Было заявлено на нашу конференцию 150 человек. Скептики говорили, что будет не больше 70-80 человек. Но тем не менее, скептики посроблены. У нас только приехавших 80 человек. 20 человек зарегистрировалось из Новосибирска. Человек 20-30 регулярно присутствовало незарегистрированных людей. Поэтому на конференции почти всегда было больше 100 человек. И я считаю, что для нашего российского уровня это очень хорошее представительство. У нас получилось 53 устных доклада. Больше 50 докладов, больше 60 докладов постерных. Участников у нас из 20 городов. И как неудивительно, из семи стран. Коллеги приехали из Штатов, из Англии, из Казахстана, Японии, откуда еще? Из Германии. Из Беларуси, конечно. Области, которые нам удалось охватить в ходе работы, они практически отражают почти все современные направления исследования графена. Конечно, хотелось бы больше хороших, интересных, оригинальных работ, которые были бы впереди планеты всей. Но, тем не менее, общий уровень показывает, что графеновая углеродная наука, она жива. Она более-менее развивается. И мне казалось, что вот такое мероприятие, когда мы все встретились, поговорили, нашли какие-то точки соприкосновения, нашли друг друга и снова, так сказать, намечаем какие-то новые будущие работы, это очень важно для будущего, для будущего развития, использовать сильные стороны отдельных лабораторий, отдельных направлений и пытаться продвигаться дальше. Думаю, что, конечно, это не предел нашей научной активности. Надо продолжать. Я предлагаю, и мне было предложение провести на следующий уже год конференцию в Черноголовке. Мы готовы поделиться всеми организационным опытом, адресами, письмами, как можно пройти конференцию. Мы задумывали, что конференции должен быть минимальный архознос. И мы пошли по этому пути, особенно у меньших архозносов для молодых участников конференции. Я благодарен всем спонсорам, которые к нам пришли, которые выделили средства. Именно их участие позволило, с одной стороны, провести нашу научную конференцию, с другой стороны, получилась очень интересная выставка. Потому что у нас появились коммерческие организации, которые работают в области углерода, и которые заинтересованы сюда пришли. Я думаю, что здесь обоюдный был интерес. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!